Во вчерашнем выпуске нашей программы мы ошибочно дали информацию о том, что отделение пенсионного фонда оплачивает раз в два года льготный проезд пенсионерам до границы Российской Федерации. Как уточнили в пенсионном фоде, в соответствии с федеральным законодательством и установленными правилами, к оплате принимаются проездные документы только у тех пенсионеров, кто путешествовал по России. Проезд оплачивается в плацкартном вагоне поезда, эконом-классом в самолете, внутренним водным транспортом в каюте 3-й категории, морским в каюте 4-й и 5-й групп, а также автобусом по маршрутам регулярных перевозок в междугороднем сообщении. Отделение продолжает прием заявлений на компенсацию льготного проезда неработающим пенсионерам, отдыхающим на территории Российской Федерации. Пенсионер должен быть неработающим на момент поездки, отдыха и написания заявления. Особое внимание хочется уделить, что отдых должен осуществляться на территории Российской Федерации. Для оплаты льготного проезда к месту отдыха в пределах страны гражданин вместе с заявлением предоставляет паспорт и проездные документы. Еще раз напомню, что отделение пенсионного фонда оплачивает льготную дорогу пенсионерам, если те отдыхали и путешествовали по Российской Федерации. Как же быть тем, кто местом отдыха выбрал заграничный курорт? Могут ли они рассчитывать на компенсацию проезда до границы Российской Федерации? Как выяснилось, только если на то есть решение суда. Прецедент имел место быть буквально в конце апреля. Наринмарским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску заместителя прокурора Ненинского округа в защиту прав и законных интересов жительницы округа о взыскании компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил иск прокуратуры, о чем сообщил 25 апреля на своем официальном сайте. Пенсионерки, отдыхавшие в Японии, по решению суда должны возместить расходы на проезд по территории Российской Федерации до границы. Пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законном порядке. Продолжение следует...